Привет, с вами Инглишуз. Друзья, честно вам скажу, иногда очень сильно устаю от классической обуви. Настолько сильно, что хочется просто выйти на улицу. Несмотря на эти лужи, несмотря на эту кашу и ровный, равномерный, я бы сказал, слой реагентов от наших любимых обслуживающих организаций. Просто выйти на улицу и пойти, наступать в лужи, не обходить их стороной. И поэтому, друзья, мы сегодня с вами распакуем очередную пару из Великобритании от производителя Лоук. Это, друзья, линейка 1880, модель Уортон Би. Аббревиатура Би, скорее всего, говорит о том, что эта пара выпускается только в цвете Блак. Соответственно, у нас полнота G, размер 9,5, это мой размер. И здесь написано, что резиновая подошва. Естественно, она собрана по конструкции Гудьер. Ну что, друзья, погнали смотреть, что нас ждет в коробке. Купив эту пару, друзья, и сняв крышку, вас будет встречать пара в мешках для хранения обуви. Эти мешки, на самом деле, вам будут очень кстати, для того, чтобы ваша обувь не пылилась и, как минимум, хранилась надлежащим образом. Ну, а если, в конце концов, друзья, вы захотите когда-то свою пару сдать в ремонт, и вы заботитесь о том, чтобы у вас не появились какие-то новые царапины, сколы, может быть, от того, что неаккуратно эту обувь несли, то, конечно же, желательно ее сдавать в ремонтную мастерскую именно вот в таких мешках. Внутри нас ждет пара дополнительных шнурков и почему-то две книжки. Одна книжка глянцевая, другая книжка матовая. И все они линейки Шоумекерс. Наверное, друзья, рука дрогнула у кого-то, и туда внутрь упали две книжечки. Не суть. Коробка синего цвета, очень прочная, хорошая, выкидывать ее не стоит. Хранить обувь будете именно в коробке. Итак, ребята, внутри пара вортом в черном цвете. Друзья, со штормовым рантом в полноте G и колодка здесь Pinin. Полнота G, ну, это моя полнота на самом деле. У меня нога широкая, вес 110 килограммов. И мне, конечно же, без вариантов абсолютно в размере 9,5 полнота F. Ну, то есть, если я куплю именно 9,5 в полноте F, они как минимум мне будут жать. И мне мизинец просто, я не знаю, эта пара разобьет в дребезги. Друзья, эта пара выпускается только в полноте G, и ни в каких других полнотах ее найти невозможно. Сразу вам хочу сказать, вот я смотрю на нее со стороны и вижу стиль кантри. Это брагированные дерби. Их можно будет одеть под какой-то, например, тяжелый твит, либо, может быть, даже под джинсы. Мне кажется, что под классические брюки без вариантов. Ну, потому что здесь очень широкий получается у нас рант. Толстая подошва. Здесь установлен дополнительный мидсол. Кто не знает, дополнительный мидсол. Это некая кожаная... Это прослойка кожи между резиновой подошвой и верхом обуви. Между рантом, скажем так. Каблук у нас здесь тоже стоит с резиновой набойкой Dynight. Прекрасно. Прошивка на 360 градусов. Те, кто будет менять подошву, изрядно помучаются. Внутри у нас стелька абсолютно чистая, без каких-либо мазков клея. Также здесь установлена полустелька в зоне пятки. Ну что же, друзья, я хочу вам сказать, что пара собрана очень аккуратно. Единственное, что я, естественно, познакомился до этого видеоролика с этой парой, можно сказать, поближе. И я все-таки нашел здесь один небольшой косячок. Эта пара выпускается у производителя Лоук уже примерно 3-4 года. Колодка Пенин на самом деле существует у производителя Лоук уже очень давно. Но вот именно эта модель, она относительно молодая. Я, конечно же, убежден, что в этой модели абсолютно такие, ну скажем так, глобальные, наверное, косяки, которые могли появиться. Они, естественно, здесь уже устранены, но вот такой небольшой косяк, то, что здесь стоит не очень хорошо каблук на поверхности, он, конечно же, меня совсем не радует. Но это всегда можно будет доработать при очередной замене набойки. О чем я хочу сказать? Если поставить полупару на поверхность, каблук стоит не совсем ровно, и у него задняя часть немного приподнята. Немного, я бы сказал, наверное, миллиметров, ну, наверное, миллиметров 5. На самом деле это, конечно, многовато. О чем это говорит? Вот лично я смотрю на эту колодку и понимаю, что ее могли, наверное, отшить, может быть, на кроссовочной колодке. Но с другой стороны, скорее всего, разработчик здесь предполагал именно стиль кантри, то есть относительно невысокий каблук и очень сильно задран мыс. Друзья, каким образом можно определить классическую у вас модель или, например, это casual какой-то вариант, ну, скажем так, неформальный? Обратите внимание, здесь под мыском, как минимум, влезет у вас, ну, почти что два пальца. Если мы будем, например, смотреть на какую-то классическую пару обуви, сейчас я вам покажу. Это, правда, без полк. То вперед у нас даже один палец. Впереди под мыском у нас даже один палец не влезает. Итак, о чем я хотел сказать. Вот именно получается так, что каблук не стоит на поверхности ровно. И если мы пальцем одним надавим на заднюю часть обуви внутри, смотрите, видите, то у нас впереди поднимается ботинок и поднимается довольно серьезно. На самом деле, друзья, вы будете ходить в этой обуви и вы абсолютно не почувствуете никакого дискомфорта. Я, наверное, уже просто придираюсь ко всем этим моментам и, в общем-то, мне даже не нужно примерять пару, чтобы понять, будет ли у меня комфорт или будут какие-то проблемы. Но вот такие моменты, конечно же, производитель должен учитывать еще в момент разработки. В целом, я еще раз говорю, это без проблем можно устранить тогда, когда вы будете менять изношенную набойку на новую. И, соответственно, мастер, вот эти флики в каблуке, он их сделает неравномерные, а один флик чуть-чуть сточат наискосок. И, соответственно, таким образом он изменит уровень наклона вот этой набойки по отношению ко всему ботинку. И каблук встанет на поверхность очень хорошо. Ох, я уже, наверное, слишком сильно стал придираться к обуви. Здесь момент, здесь какой-то нюанс. Я же говорю, друзья, счастье в неведении. Вот не знал я никогда всех этих проблем. И существование в этом мире мое было вообще беспроблемным. Носил обувь какую ни попадя. Я помню времена, когда я носил обувь парижская Камона. Друзья, вы представляете? И на самом деле я вам скажу больше, что для меня это был какой-то высший пилотаж. Я, как сейчас помню, это была монолитная подошва. Она была без каблука. Ну, то есть она такая, наверное, платформа была. Ну, сантиметра три. Она была на молнии. Я ее постоянно вынужден был подкрашивать какой-то черной краской, потому что там постоянно проступали какие-то вот белесые пятна. Ну, после любого дождя. И она была смехом синтетическим. И нога у меня внутри потела просто жутко. Так вот, друзья, здесь установлен штормовой рант. Он хороший, массивный, высокий. Прилегание по всей полупаре, я бы сказал, безупречное. Кстати, очень часто ребята пишут в инсту и спрашивают, если, например, этот штормовой рант не очень хорошо прилегает к верху обуви. Ребят, честно вам скажу, если посмотреть с точки зрения, наверное, производителя и посмотреть с точки зрения их ОТК, то это, конечно, недопустимо. Но в целом, если вам попалась именно такая пара обуви, что где-то, например, вот есть небольшой зазор между штормовым рантом и верхом, ну, друзья, наслаждайтесь, носите эту пару страшного, в общем-то, ничего нет. Конечно, не нужно лезть в какие-то большие сугробы, может быть, даже в большие лужи. И когда вы будете обслуживать эту обувь, нужно очень хорошо промазывать, например, вот этот штормовой рант каким-то жиросодержащим продуктом. И все, в общем-то, у вас будет хорошо. Итак, друзья, давайте замерим толщину подошвы и толщину каблука. Надо новый штангенциркуль купить с циферблатом. Итак, толщина каблука у нас 28,5 мм, а толщина у нас подошвы, подошва здесь у нас массивная, 12,5 мм. Но я еще раз говорю, здесь установлен мидсол, поэтому она выглядит, ну, так, я бы сказал, прилично. Мало того, что сама модель по себе имеет полноту G, ну, то есть, ребят, согласитесь, они широкие, плюс, добавок ко всему, толстая подошва на мидсоли и плюс, добавок ко всему, штормовой ран. То есть, они выглядят очень массивно. Поэтому, ребят, я хочу обратить ваше внимание, что эта обувь может быть совершенно не кстати, именно классическим, аккуратным каким-то брюком. Обращайте на это внимание. Хотя, друзья, на вкус и цвет друзей нет, поэтому у каждого свои, наверное, точки зрения. Что я вам, ребят, хочу сказать? Если вы купили подобную пару обуви, то, конечно же, прежде чем идти на улицу, вам ее нужно надлежащим образом обслужить. Что вам для этого понадобится? Черный цвет, я бы сказал, что он, в общем-то, очень неприхотливый, но, как минимум, вам нужно будет эту пару обработать водоотталкивающей пропиткой. Я всегда рекомендую обрабатывать два, либо четыре слоя. Взять паузу 6-12 часов, и после этого вы можете обработать эту обувь, например, черным кремом, и потом уже черным гуталином. Друзья, всегда используйте все средства в цвет обуви, для того, чтобы не было белесых полосок в местах залома. Я обращаю ваше внимание, если вы будете брать бесцветный крем, и тем более бесцветный гуталин, а если даже вы возьмете самые жесткие гуталины, то есть, например, это будет Амирал Глосс, предположим, или Мирр Глосс, то, соответственно, когда вы его нанесете, у вас пара будет выглядеть, ну, просто безупречно. Но если вы будете ходить в ней, то, соответственно, у вас здесь в местах заломов появятся некрасивые такие белесые полоски. Их, конечно же, можно будет располировать, например, щеткой 12,5 см сафир, ну, то есть она жесткая. Вот такая щетка. Но, как говорится, зачем это нужно, когда можно купить просто в цвет крем и в цвет гуталин? И, в общем-то, все. Если вы планируете в этой обуви действительно ходить по лужам, и вы прям вот хотите выйти, и несмотря на что, вопреки, я бы хотел сказать, всем и всему идти по реагентам, по лужам, по сугробам, возможно, то, ребята, конечно, вам придется купить, например, какой-то жиросодержащий продукт. Это может быть, например, ну, скажем так, средство Грейс, линейка Медальдор. Что вам нужно будет сделать? Вам нужно будет взять щетку для Ранта. Например, вот такое. Ну, у меня, скажем так, модифицированный продукт. Есть, конечно же, у марки Сафир немножко более простая версия. Соответственно, вы берете эту щетку, берете немного средства этого Грейс, и начинаете этот штормовой Рант обрабатывать полностью по всей поверхности пары. Друзья, я работаю над собой, обратите внимание, я уже не говорю слово по периметру, хотя очень хочется. И, соответственно, таким образом вы будете наносить на этот Рант жиросодержащий продукт, ребят, без вариантов, что вы промокнете. Ну, то есть, соответственно, я думаю, что вообще, если вам не нужен блеск, вы можете полностью этим средством Грейс обработать весь верх обуви, и тогда эта пара будет держать настолько хорошо влагу, что я думаю, что вы даже в это просто не поверите. Да, кстати, я не сказал, сколько она стоит. Примерный ценник в Москве где-то 21,5-22 тысячи рублей. Ну, это ориентировочно. Средний срок эксплуатации этой обуви будет от 5 лет. Это совершенно точно, потому что конструкция очень плотная, здесь очень хорошая, добротная, телячья кожа. И если вы будете делать своевременный уход за этой обувью, не будете допускать каких-то, я не знаю, ну, там, безумных, бездумных эксплуатаций, ну, то есть, что это говорит? Например, ходить в ней 7 дней в неделю. Ну, то есть, это совершенно ненормально. Хотя нет, друзья, конечно же, для многих это нормально, но хочется же эксплуатировать эту обувь правильно, поэтому я рекомендую все-таки, наверное, в гардеробе иметь, ну, хотя бы 3 пары на сезон. И таким вот образом ваша обувь будет вам служить от 5 до 10 лет. Это совершенно точно. Это не только мой опыт, но и опыт моих друзей. Это опыт ребят, которые живут в Европе. Да и, в общем-то, в Великобритании очень много людей, которые имеют несколько пар обуви. И таким образом они уже имеют какую-то статистику, сколько в среднем служит хорошая, качественная пар обуви. Так, что вам, друзья, еще рассказать? Здесь в конструкции дерби в берцах вставлены металлические люверсы для того, чтобы шнурок в них скользил очень хорошо. Но я обращаю ваше внимание, если вы будете мочить эту обувь и, предположим, у вас намокли шнурки, то, конечно же, эти шнурки лучше вытащить и просушить для того, чтобы там внутри в этих люверсах не образовывалась коррозия и таким образом, чтобы шнурки у вас не перетирались быстро. Шнурки здесь устанавливаются толстые. Я бы сказал, что, наверное, по отношению к обычным классическим они гораздо толще. они здесь 3 миллиметра толщиной. Я бы не сказал, что вот именно в этих шнурках есть какая-то особенность, у них внутри даже нет армированного каната. То есть, по сути, это просто шнурок, который не очень хорошо растягивается, но в перспективе я вам все-таки рекомендую заменить эти шнурки на более качественные. Как я уже ранее рассказывал в каком-то видеоролике, что шнурки на самом деле не обязательно покупать в обувном магазине. Друзья, вы можете купить, например, какой-то шпагат в магазине для походов, для, там, не знаю, восхождения на какую-то гору. Там продаются разнообразные веревки, шпагаты, канаты, вообще все, что угодно. Они есть синтетические, там, с какими-то армированными кордами внутри. В общем, огромный ассортимент, поэтому вы там можете подобрать себе необходимый вариант, стоит это все приемлемо, совершенно денег. Вам нужно там всего на самом деле я думаю метров 10 купить и на ближайшие как раз 10-15 лет вам этого корда, точнее этого шпагата вам хватит. Ну, просто вот так. Итак, ребята, размер 9,5, полнота G, сейчас посмотрим, какой вес у полупара. Я обращаю ваше внимание, штормовой рант, мидсол, резиновая подошва Дайнайт, то есть, эта модель очень такая массивная, 654 грамм. Когда я их примерял, я бы сказал так, что на моем весе эта модель не чувствуется вообще. Но если у вас, например, там 50, 60, 70 килограмм, я обращаю ваше внимание, что вы должны быть очень внимательны. Почему? Если вы невысокого роста и у вас небольшой вес, и вы вопреки, скажем так, берете и покупаете эту пару, может быть, даже она вам будет большая по полноте, но несмотря на это, все-таки сейчас какая-то тенденция на такие большие массивные ботинки, я обращаю ваше внимание, что у вас есть такой вариант, что вы при поступе будете вот так в сторону немного отгибать свою ногу, когда вы будете совершать шаг, ваш вестибулярный аппарат может не, ну, скажем так, подсознательно отодвигать ногу чуть-чуть в сторону, либо голеностоп будет двигаться чуть-чуть в сторону, ребят, из-за этого у вас может напрягаться голеностоп гораздо сильнее, чем у кого-либо, поэтому просто обратите на это внимание, но это такое мое небольшое наблюдение по моим друзьям, очень многие люди покупают обувь массивную на каких-то больших толстых платформах, и они не понимают, почему у них так ноги устают, вот как раз, друзья, из-за того, что рант большой, толщина подошвы большая, и, соответственно, человек подсознательно для того, чтобы ноги не бились друг от друга, немножко, ну, точнее, мозг немножко отодвигает ногу в сторону, обращайте на это внимание. Друзья, вот такой небольшой видеообзор сегодняшней пары, напомню, это производитель Лоук, модель Вортон Б, то есть Black, размер 9,5, в полноте G, колодка Пенин, здесь установлена система Дайнайт, Мицол, штормовой рант, барагированные дерби, Ребята, пары великолепные. Вот жил же, друзья, как нормальный человек, не знал никаких проблем, не знал, что существуют такие ботинки, носил парижскую коммуну, бед не знал. Поэтому, друзья, я обращаю ваше внимание, что счастье в неведении. Субтитры сделал DimaTorzok